В интернете появилась информация, что фонд ЖКХ приостановился финансирование программы капремонта в половине регионов России, в том числе и Чувашии. Выделение средств 42 субъектам приостановили после анализа отчетов о ходе реализации региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного фонда. Причины приостановки финансирования нам прокомментировала начальник отдела ЖКХ и реформирования Минстроя Чувашия Оксана Гаранина. Чувашии приостановили финансирование по двум программам. В программе капитальный ремонт, потому что у нас город Канаш, к сожалению, не успел отремонтировать фасад одного многоквартирного дома. Работы пришлись на зимний период, и они не успели выполнить. Вот сейчас плюсовые температуры пошли, и город Канаш обещает к концу недели нам завершить работу, а на следующей неделе оплатить, и значит вопрос по капитальному ремонту будет снят у нас. По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2008-2012 годы у нас тоже есть приостановка финансирования в связи с тем, что Аликовский район и Бресинский район не успели завершить работы. Строительные организации, к сожалению, не исполнили взятые на себя обязательства. И в установленные сроки, то есть до 30 декабря 2012 года, они не успели завершить эти работы. Администрация обещает, что в течение ближайшей недели они завершат вопрос по регистрации в муниципальную собственность уже этих квартир, которые предназначены для переселения граждан, произведут оплату. И в течение двух недель, я думаю, что мы вопрос снимем, а в течение трех недель предоставим фонд документы для того, чтобы сняли приостановку финансирования. Ну, может быть, чуть больше займет во времени, но я думаю, что месяц это максимальный срок, на который может быть приостановка. Финансирование будет открыто, дальше республика подаст заявку на получение средств на 2013 год по капитальному ремонту, это фонд нам выделил 68 миллионов, и на переселение граждан это 868 миллионов, то есть сумма приличная.